Сложившаяся ситуация на рынке компьютерного железа подняла игровые ноутбуки на новую ступень популярности. В топ просмотров нашего канала вернулись ролики по выбору ноутбука, где мы дали исчерпывающую информацию, даже по пунктам разобрали, как выбрать для себя лэптоп, поэтому если вам не хватит информации из этого ролика, ссылочка на плейлист будет в описании. В выпуске выбираем ноутбук правильно, за основу был взят HP на базе 6-ядерного AMD Ryzen 5 5600H и 80-ваттный NVIDIA GeForce RTX 3060. В этот раз к нам в руки попала старшая модель на 8-ядерном Ryzen 7 5800H и RTX 3070 с точно таким же теплопакетом в 80 Вт. При этом топовая RTX 3070 имеет теплопакет в 125 Вт. Сейчас я попытаюсь описать всю сложившуюся ситуацию на рынке мобильных видеокарт NVIDIA, на что вы можете рассчитывать, покупая ноутбук с той или иной видеокартой. А так как эта тема вызывает множество споров в интернете, я считаю, будет интересно сравнить облегченную RTX 3070 и Ryzen 7 с моей десктопной системой на Core i7-9700K и огромной 200-ваттной видеокартой RTX 2070. Ядеры гигабайт у них одинаково, так что делайте ваши ставки. Поехали! Спонсором ролика является компания NVIDIA. И тут сложно спорить, до уровня мобильных зеленых видеочипов остальные не дотягивают. Видеокарты GeForce чаще всего быстрее и имеют больше различных фич, таких как сглаживание с алгоритмами глубокого обучения NVIDIA DLSS, которую недавно обновили до версии 2.3, заметно увеличив детализацию. DLSS поддерживает уже больше 120 приложений и игр, и, кстати, он не только делает картинку четче, но и повышает FPS. Еще есть технология NVIDIA Reflex, которая оптимизирует задержки системы, из-за чего целиться и попадать становится легче. И что важно лично для меня, NVIDIA RTX делает быстрее более чем 70 рабочих приложений, включая всю продукцию Adobe, DaVinci Resolve, Unreal Engine и стримингу в OBS. Сегодня говорим про мобильные карты трехтысячной линейки, соответственно, от NVIDIA RTX 3050 до 3080. Начнем с простого. Что вы можете получить, покупая ноутбук с самой базовой графикой RTX 3050 с 4 гигабайтами видеопамяти GDDR6? Все современные проекты в Full HD со средними и нередко высокими настройками графики, бодрая работа в рабочих приложениях. RTX 3050 Ti добавит вам еще 10-15% FPS и настолько же увеличит цену лэптопа. А вот RTX 3060 можно назвать золотой серединой. Ноутбук с этой карточкой будет тянуть все новинки, чаще всего на высоких настройках графики в Full HD выше 60 кадров в секунду. Это мы проверили, тестируя такой же ноут на этой видеокарте. Решение с RTX 3070 это уже заход в высшую лигу. У них и на 40% ядер и на 2 гигабайта видеопамяти больше, чем у RTX 3060. Какой уровень производительности сможет обеспечить такая видеокарта, я покажу дальше и заодно сравним ее с десктопной RTX 2070. Ноутбуки с топовой графикой RTX 3080, конечно, классные, потянут все в 2К и даже 4К на максимальных настройках, но ценник на них уходит под 300 тысяч рублей, и я не знаю, кто такие ноутбуки покупает. Предположу, что это вахтовики Газпрома, дети депутатов и моряки. К сожалению, точное сравнение 80-ваттной 3060 и 3070 мы вам показать не можем, потому что тестировали прошлый ноут с живым геймплеем. Мы и попытались смоделировать те же условия, но это могут обеспечить лишь бенчмарки. В целом разница между картами около 10-15%. Теперь перейдем к точным тестам. Кто быстрее? 7-нанометровый 8-ядерный 16-поточный мобильный Ryzen 7 или более старый, но не зажатый в небольшой теплопакет 14-нанометровый 8-ядерный 8-поточный Core i7? Бенчмарк утилиты CPU-Z оценил одноядерную производительность камней примерно на одном уровне, а вот в многопотоке мобильный Ryzen 7 5800H вырвался вперед аж на 30%. Неудивительно, двухкратная разница в потоках, козырь в рукаве мобильного камня. Запускаем блендер. С тестовой сцены кар-демо 8-ядерный Ryzen 7 справился за 3,5 минуты, нагревшись при этом до 98 градусов и потребляя 55 ватт. Мой десктопный Core i7 отстал почти на минуту, имея при этом теплопакет в 125 ватт. При рендере с видеокартой мобильная 3070, перетянув в теплопакет процессора до 94 ватт, обошла десктопную RTX 2070 на 25%. Nvidia не врала, когда говорила, что архитектура Ampere специально затачивалась под рабочие задачи. Поджариватель процессоров Cinebench R23 также по достоинству оценил 16 потоков и 7-нанометровую архитектуру Zen, отсыпав мобильному камню аж 11,5 тысяч попугаев. Core i7-9700K на вечных 14 нанометрах набрал только 9 тысяч баллов. Мобильный процессор быстрее в многопотоке на 28%. По одноядерной производительности разница меньше, но Ryzen все еще немного впереди даже при меньших частотах. Теперь самое интересное. Кто быстрее, мобильная 80-ваттная RTX 3070 или огромная 200-ваттная монструозная RTX 2070? И тут не все так очевидно. У мобильной 3070 вдвое больше куда ядер. Так ли важен теплопакет? 3DMark Time Spy выставил ПК и ноутбуку очень близкие оценки графики. 8-900 баллов у мобильной 3070 и 9-400 у полноценной RTX 2070. Но мощь Ryzen 7 за счет высоких процессорных попугаев сравняла результаты. Почти 9 тысяч баллов у обоих систем. Но не везде все так однозначно. В бенчмарке Final Fantasy 14 на высоком пресете мобильная графика уступила десктопной почти 13%. В бенче 15-й части результаты повторились. RTX 2070 оказалась быстрее мобильной 3070 на те же 13%. Перейдем к играм. Все тесты будут проводиться в Full HD. У ноутбука установлена 15,6-дюймовая матрица с частотой 144 Гц. Это разумно. 2К и тем более 4К на такой диагонали перебор, который ощутимо повлияет на FPS. Остальные параметры максимально близки. И в ноутбуке, и в компьютере установлено 16 гигабайт быстрой ОЗУ DDR4. Игры и там, и там запускались с NVMe SSD, который в случае с нашим HP Omen имеет объем в 1 терабайт. Запись экрана на обоих системах проводилась с помощью GeForce Experience в высоком качестве. Начнем с освежатины. Бенчмарк Far Cry 6. И тут мы сразу столкнулись с неприятной проблемой. Даже выкручивая все настройки на Ultra и включение всей доступной трассировки лучей не помогло загрузить обе видеокарты на все 100%. Нагрузка и на 3070, и на 2070 временами падала ниже 90%. И это, напомню, в тандеме с мощными восьмиядерными процессорами. При этом 9700K нагрелся под водой до 55 градусов, а вот мобильный Ryzen 7 5800H показал 92 градуса в максе. Но даже в таком случае обе системы выдали FPS выше 60, хотя надо признать, что RTX 2070 оказалась на 10% быстрее и по среднему, и по минимальному количеству кадров. Скачем дальше. Red Dead Redemption 2. Последний годный проект Rockstar с изумительной графикой и вылизанным геймплеем, в котором проработано буквально все. Разумеется, игра была запущена на ультра-настройках графики, благо железо это позволяет, при этом мобильная RTX 3070 снова показывает себя отлично. Да, процессор вновь греется под 90 градусов, но не забываем, что это восьмиядерное решение, которое при этом умудряется бустить под 4 ГГц. Видеокарте же максимально комфортно, 75 градусов можно назвать отличным результатом для тонкого лэптопа. В итоге средняя частота кадров обоих систем одинакова, 54 FPS. Очень достойный и, как по мне, удивительный прогресс за поколение в видеокартах Nvidia. Признаюсь, мы сами такого не ожидали. Отправимся в Мексику на экстремальных настройках графики вместе с Forza Horizon 5, одном из немногих тепловстреченных релизов 2021 года, который сразу же вышел практически без багов и проблем. В игру уже сыграли больше 10 миллионов человек, и нам остается только проверить, по зубам ли она нашему лэптопу с RTX 3070. Несмотря на очевидную разницу в температурах процессоров, мобильная видеокарта, загруженная на 100%, не добралась до 70 градусов. Отличный результат. А вот итоговый результат вас удивит. 80-ваттная RTX 3070 обогнала 200-ваттную десктопную RTX 2070. ПК выдал в среднем 55 FPS, а ноутбук ровно 60 кадров в секунду. Анти-ноутбучникам сейчас должно стать плохо. Следующий на очереди Assassin's Creed Valhalla. Последняя на текущий момент игра про ассасинов вышла, как обычно, красивой, хотя больше задаешься вопросом, а при чем тут наемные убийцы. В любом случае, эта игра лучше заточена под видеокарты AMD, но все еще на мощных решениях Nvidia она показывает себя отлично. Максимально высокие настройки графики, встроенного в игру бенчмарка. И вот тут наибольшая из всех тестов разница между мобильной и десктопной видеокартой. Аж 20% в пользу RTX 2070 по среднему FPS. Хотя разница по 1,01% FPS low не такая большая. Сложно сказать, в чем тут дело. Может повлиял небольшой теплопакет ноутбучной видеокарты, или же в игре такая хорошая оптимизация под ампер. В любом случае, ноутбук выдает больше 60 FPS на ультра. Результат отличный, без всяких «но». Запускаем встроенный бенчмарк Metro is Hot, который дает реалистичную нагрузку, но не совсем реалистичный FPS. При живом геймплее частота кадров всегда выше на 10-15%. На ультра настройках графики, без трассировки лучей и DLSS, мобильная карта показала себя отлично. 60 FPS, при этом сильного нагрева не было. Чуть больше 80 градусов на процессоре и всего 65 на видеокарте. Десктопная RTX 2070 оказалась на 10% быстрее, 60 FPS в среднем. Конечно, минусов у ноутбука тоже хватает. И в данном случае можно посетовать на температуру процессора, которое нередко переползает за отметку в 90 градусов. Да, это все еще ниже критических 105, но для многих такие температуры кажутся ненормальными. Тут стоит отметить, что просто физически не получится охладить в тонком корпусе восьмиядерные CPU, и нагрев процессора выше 90 градусов – норма для современных легких игровых лэптопов. При этом, как показали тесты, нагрев не мешает Ryzen выдать очень высокие результаты. Что касается конкретного ноутбука, визуально тестовый HP Omen ничем не отличается от младшей модели из предыдущего обзора. Те же три USB порта, один USB Type-C, мини-дисплей порт, HDMI, слот под SD-карты и дырочка под наушники. Внутри абсолютно такая же компоновка системы охлаждения с двумя вентиляторами, которая на удивление в старшей модели справляется даже лучше. Два модуля нераспаянной оперативной памяти и большая батарейка на 71 Вт-час, которая дает около 7 часов автономной работы. Корпус у линейки Omen выполнен из матового пластика в меру строгей без вычурной цветной подсветки. Приложение Omen Gaming Hub поможет мониторить температуры и нагрузку на систему, подстроить лэптоп под себя, настроить подсветку, макросы, даст доступ к управлению производительностью и скоростью вентиляторов. 15,6-дюймовый матовый IPS Full HD дисплей с частотой 144 Гц и яркостью 300 кандел поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, устраняющий эффект разрыва кадра. Дисплей имеет антибликовое покрытие и отличные углы обзора. Результаты тестов меня немного расстроили, дав понять, что мой ПК уже не топ, ему порой утирает нос вот такое компактное устройство. Передаю привет антиноутбучникам, которые отрицают существование высокопроизводительных моделей и приглашаю их в магазин за десктопной RTX 3070 за сотку. Цены на конкретно эту модель вы узнаете по ссылочке в описании. А чтобы некоторые поверили, что ноутбуки действительно пользуются спросом, жду владельцев мощных лэптопов в комментариях. Не стесняйтесь. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, переходите в описание, там вас ждет ссылка на наше сообщество ВКонтакте, где мы публикуем самые интересные и актуальные IT-новости. До скорых встреч, пока!